Сегодня вы узнаете о семи причинах, которые отталкивают женщин от мужчин. И вам не надо верить мне на слова, господа. Все, что я сегодня расскажу в видео, подкреплено исследованиями. Вы пахнете как ее брат или как ее отец. Серьезно, вы не должны пахнуть как кто-либо из ее семьи. Факт остается фактом, мы люди до сих пор используем обоняние для распознавания партнера. И женщины в этом разбираются лучше мужчин. Подсознательно они прислушиваются к запахам, чтобы понять, есть ли этот партнер здоров и подходит ей. Есть исследование 2003 года из Альманаха по детской психологии. Что они сделали? Они изучили взрослых на способность распознавать запахи, которые похожи на их запахи. Короче говоря, выяснилось, что женщины отрицательно реагировали на мужчин, запах которых был схож с их запахом биологически. Хочу подчеркнуть, что эксперимент исследовал естественный аромат мужчин, а не их одеколон. Как дополнение, хочу отметить, что каждому мужчине необходимо обладать своим особенным ароматом. Когда вы используете духи, то они придают вашему природному запаху дополнительные особенные оттенки. Следующий пункт, для кого-то это может оказаться сюрпризом или нет, но если вы зарабатываете меньше женщины, то она может считать вас менее привлекательным. Это подкреплено исследованиями 2015 года ежеквартальным Альманахом по экономике. Они изучали замужние пары. И те пары, в которых женщина получала гораздо выше, чем мужчина, уровень счастья начинал снижаться, потому что женщина по-прежнему продолжает делать большинство работы по дому. Чем все закончилось, они предположили возможность развода. И да, если она зарабатывает больше, чем он, и по-прежнему на ней остается работа по дому, то вероятность развода очень высока. Ну и это нормально вообще, если она приносит в дом деньги, и ее встречает немытая посуда, то на ее месте я бы тоже избавился от такого партнера. Для меня самое важное в браке и вообще в отношениях, это когда два человека ясно понимают, чего хотят, и могут друг с другом договариваться, и вместе вкладывают в отношения силы и энергию. Давайте поговорим о вашей самопрезентации. Особенно ваша стрижка. Мы опросили 10 женщин, если она пойдет на свидание с парнем, у которого неопрятная прическа. В результате 9 из 10 ответили нет, а та девушка, которая сказала да, она неправильно поняла вопрос и хотела изменить свой ответ. Так что обязательно заботьтесь о своем теле. Далее вы слишком веселы. Это я нашел в исследовании 2011 года Британского университета в Колумбии. Они исследовали три типа поведения у мужчин. Это были стеснение, гордость и счастье. Вот что интересно, когда мужчины смотрят на женщин, они находят счастье очень привлекательным. А вот для женщин все оказалось наоборот. А вот стеснительные выглядели более привлекательными для женщин, чем счастливые. И тут стоит подчеркнуть, что счастливые это те, кто ходил с улыбкой до ушей. Ну тут в принципе для меня все понятно, нет ничего плохого в том, чтобы ходить с улыбкой на лице. Но есть что-то в том, когда женщина смотрит на мужчину, ей нравятся более задумчивые парни. Прямой строгий взгляд. Если вы же слишком счастливы и ржете как конь, но если подытожить, то не ведите себя так, словно у вас есть нарушение где-то там в голове. И вы просто радуетесь тому, что вы не с этой планеты. Ну вот что я хотел бы сказать. Будьте счастливы, но не перестарайтесь. Б**ть! Вот дерьмо! Блин! Господа, будьте аккуратны с плохими словами. Исследования 2015 года от журнала «Языковые науки» выяснили, что женщины меньше ругаются, чем мужчины. В целом у женщин объем фронтальной коры мозга больше. Это помогает им лучше следить за своими эмоциями. Верьте или нет, а мужчины, в свою очередь, легче впадают в крайности. Вот отсюда вся эта эмоциональная ругань выходит. В общем, суть в том, что если вы слишком сильно материтесь, то вы выглядите менее интеллигентным. Но, конечно же, использование крепких слов вполне нормально в подходящей ситуации. Так что лучше приберечь плохие словечки для очень эмоциональных развязок. А вместо них использовать другие слова, чтобы не выглядеть дураком. Еще один пункт, который отталкивает женщин, это вы не можете перестать говорить о своих бывших. Исследование 2018 года от журнала «Психология сегодня» изучало, почему это отталкивает женщин. Выяснилось, что это показывает, что вы раздражены и не готовы начать новые отношения. Но это нормально, если вы в компании приятелей, вы обсуждаете своих бывших, ставите все по полочкам, выражаете эмоции. Это естественный способ преодолеть трудности. Но если вы на свидании и пробуете новые отношения, то вам не стоит разгружаться на этого человека особенно долго и в начале ваших отношений. Она точно не хочет быть терапевтом для вас. Господа, давайте проясним, я очень хочу, чтобы вы могли открываться людям и иметь рядом тех, кому вы можете доверять. Но если вы только начинаете отношения, то не надо спускать на этого человека весь свой негатив и строить из себя жертву. Это просто вас не красит. Далее, друзья, хвастовство и фальшивый комплимент. Исследование 2014 года в журнале «Социальные и личные отношения» они выяснили, что каждый раз, когда кто-то лукавил и хвалил человека, хотя не имел этого в виду, то такие люди отдалялись друг от друга. Они чувствовали себя некомфортно, находясь рядом. Так что аккуратнее, когда вы хотите впечатлить девушку. Понятное дело, что вам нравится хвалить и говорить комплименты девушкам, но убедитесь сперва в том, что это искренне. Не выдумывайте всякую чушь, не ставьте ее на пьедестал и говорите ей, что она принцесса. Хотя на самом деле это не так. Женщина хочет мужчину, который бы уважал ее, но в то же время уважал и себя и просто мог сказать правду. Это, кстати, плюсы того, чтобы быть стильным мужчиной. Потому что вы можете говорить отличные комплименты, так как умеете обращать внимание на детали. Вы можете заметить, что у нее очень классные туфли. Они отлично подходят к ее образу. Вы обращаете внимание на ее украшения и можете говорить искренние комплименты, которые принесут вам очки. Далее, вам очень нравится Доктор Джекил и Доктор Хайт после пары бокалов. То есть вы парень, который не может удержаться после того, как выпьет и становится совершенно другим человеком. Стоит быть аккуратнее, потому что женщина обращает на это внимание. Она может подумать, что у вас есть раздвоение личности. И она не знает, чего от вас ожидать. Честно, друзья, это подходит для моего описания. Это одна из причин, почему я не пью. В прошлом, после пары бокалов я принимал идиотские решения. Так я загремел в тюрьму два раза. Так что теперь я трезвый водитель. Я забочусь о своих друзьях, слежу за тем, чтобы каждый попал домой в целости и невредимости. В общем, очень важно быть осторожным с теми веществами, которые уносят вашу личность куда-то очень далеко. Потому что женщины воспринимают это как «эй, этот человек может меня обидеть» или «навредить нам». Пусть и не специально, поэтому за этим следует следить. Что смотреть далее? Как насчет этого? 10 разрушительных одержимостей, от которых следует избавиться. Сколько интересно у вас таких одержимостей? Узнайте об этом, посмотрев видео. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok